Махмуда Мурадова Махмуда Мурадова В итоге лучшим боксером 2017 года Азиатского континента признан Шахрам Гиасов. Федерация бокса Узбекистана получила номинацию «Лучшая федерация Азии». В престижный музей отправились причем сразу после досрочной победы техническим нокаутом Василия Ломаченко над Гильермо Ригондо. Перчатки, трусы и ведро, которые находились рядом с ними в том бою. Это первый случай, когда боевые экспонаты уходят в зал славы прямо с места события. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Флойд Майуэйзер-младший. Он приехал в Москву по делам бизнеса, заехал в зал Академии бокса, который принадлежит его компании. Увидел тренировку чемпионки мира по двум версиям Фируза Шариповой. Спортсменка готовится выйти на ринг 30 декабря в Алматы и провести бой за третий титул против Джамилы Гонтарюк из Бельгии. В рамках вечера запланировано выступление узбекских бойцов. Ведутся переговоры об организации боя Джамшида Нажмединова. К этой фотографии можно добавить еще одну. Майуэйзер и Махмуд Мурадов. Что скрывается за этим фото? Наш гость идет к нам в студию, чтобы рассказать об этом. Обладатель страшной силы удара, боец, на счету которого 22 боя, 16 побед, 12 нокаутов. Несколько дней назад уже нокаутировал чешского бойца Томаша Пенза. Встречайте, трехкратный чемпион мира, мастер нокаутов Махмуд Мурадов. В чем секрет ваших нокаутов? Секрета нет. Упорная работа над собой, тренировки, вот и ответ. Я думаю, это может каждый доказать, если достичь такого результата, если будет тренироваться и идти за своей целью. За несколько дней до поединка возникла экстремальная ситуация. Ваш соперник отказался от боя. Вы должны были провести матч-реванш против бразильца Дэвида Рамиреса. Но вы с Рамиресом встречались в декабре прошлого года. Вы проиграли не только бой, но и пояс. И теперь должен был состояться реванш, но Рамирес отказался от боя. Какова была ваша реакция? Ну, уже не в первый раз он отказался от боя. Официально он отказался уже два раза от боя. Первый раз у него была травма. Я понимаю, тяжелый спорт, бывает травма. Второй раз сейчас у него были какие-то психологические проблемы, видите ли. Какое значение имел этот бой для вас? По рангу это не Дэвид Рамирес. Каждый бой для меня важен. И каждая победа для меня важна. А то, что значение, как вы говорите, ранг Дэвида Рамиреса, Томаш Пенс, один в чем-то лучше, другой, в чем-то хуже. Это как у каждого бойца. Я думаю, их не стоит даже сравнивать. Его опыт Дэвид Рамиреса и Пенза. У Дэвид Рамиреса вроде бы до 10 боев, а у Пенза больше 25. И он двукратный чемпион Чехии по кикбоксингу. А чемпионом Чехии тяжело у нас завоевать в Чехии, потому что ближние страны Европы приезжают. Это Голландия, Хорватия, Словакия, Германия. Это получается как чемпионат Европы. Он двукратный чемпион. Он выглядит очень хорошо, сильный соперник. Какие чувства вы испытываете, когда вы ходите в ринг? Чувство ответственности, чувство показать ту работу, которая была сделана 3-4 месяца подготовками к бою. А чувство страха испытываете? Чувство страха, я думаю, каждый человек испытывает. Потому что мы люди, мы как бы могу сейчас говорить, да, я ничего не боюсь, я самый сильный, я самый-самый. Но это неправда, я думаю, каждый человек боится. Как бы страх бывает разный. Мой страх тот, который боится разочаровать своих родных, близких, свою команду. Я уверен, как бы в своих силах я работаю, потому что с каждым днем я становлюсь умнее, сильнее, хитрее, быстрее. Я не остановлюсь на этом. Вы считаетесь одним из самых популярных спортсменов в Европе. Как вы относитесь к своей популярности? Каждый человек, я думаю, хотел бы быть популярным и узнаваемым. Конечно. Инстаграм, социальные сети, много за мной, как бы, для спортсмена, я думаю, это да, многие следят. Вы очень любите дружить со звездами. На чем основана эта дружба? Вот смотрите, и с вами дружу уже. Вы же тоже звезда, правильно? Нет, просто я общительный человек. Никаких задних мыслей, как бы, а, вот он звезда, с ним сфотографироваться. Нет, с каждым мы занимаемся любимым делом. Кто-то поет, кто-то снимается в фильмах, кто-то уже ведущий. И мы любим это дело тем, чем мы занимаемся. Многие говорят про ваше отношение с Мунисой дизайном. У нас хорошие отношения. Дружеские? У нас, да, дружеские отношения, я уважаю. Я слушаю ее песни, проводим вместе время. Она веселый человек, позитивный. Просто эти отношения обсуждаются в интернете. Ну, кто-то говорит, что я у него охранником работал, потому что Мунису все знают. Нашу Мунису знают. Кстати, один охранник ее очень похож на вас, поэтому... Я думаю, нет. Ну, может быть. Азиза знаю. Но она пошутила? Видите, значит, похож. Я с ней хорошо дружу, и как бы я не знал. Я ее семью знаю, как бы. Я очень рад, что она в моей жизни, и мы общаемся. Она сама по себе очень общительная. Да, она позитивный человек. У вас есть мечта открыть бесплатную школу в Узбекистан за здоровую нацию. Почему именно бесплатную? Ведь у многих это бизнес-проект. Я бы уже давно заработал денег и не занимался этим видом спорта. Я еще раз повторяю, я, главное, люблю тем, чем я занимаюсь. А в этой жизни я не существую. Я люблю свое дело, я люблю своих родных. Я вижу, как они за меня радуются. Люди, как за меня радуются, за мою победу, пишут и узнают. Это вот это богатство, я думаю, а не в деньгах. Я хочу открыть здесь зал. У меня есть очень много контактов в Европе, в России, в Америке, чтобы ребята участвовали в соревнованиях. И вы говорите, для детей. Не только для детей. Могут и взрослые приходить. У нас, я думаю, до 80 лет сделаем так. За здоровую нацию, за здоровый образ жизни. И абсолютно бесплатно будут тренировки. И все будет оплачиваться мною и моим фондом. Такими действиями я хочу просто привлечь молодежь, чтобы стремились к чему-то. Были лучше. Многие говорят, невозможно, вот у меня нет возможности тренироваться. К сожалению, у меня в 15 лет тоже, у меня отец попал в аварию. Мне пришлось работать с братом. Я не говорю, как мне было тяжело. Я сам знаю. Вы знаете, я мечтал просто о хорошей жизни. Просто, когда смотрите на другого ребенка, у него есть, а у тебя нет. Почему кто-то идет спать, а мне приходилось работать с братом. Это жизнь. Я радуюсь каждой минуте. Если бы мне предложили прожить вот сначала, может быть, изменил кое-какие вот моменты отношения к родителям. Остальное все оставил бы так же. И вот теперь самый главный вопрос. Что скрывается за этой фотографией? Два успешных спортсмена. Каждый достиг, я думаю, Флойд, Майвезера все знают. Второго тоже многие знают. Это одна вещь. Вторая то, что сейчас мы будем подписывать контракт. 28 декабря я лечу в Соединенные Штаты Америки, в Вегас, где находится и Санджар Рахманов, наш боксер. Но я буду первым ММА бойцом, Флойд Майвезера. Значит, вы переходите в UFC. Значит, я вам скажу позже. Я не могу вам это сказать сейчас. Пока не подписаны документы, контракт. Но вам скажу так. В марте меня ожидает 80% уже обговаривает насчет следующего боя. Я не хочу ждать, потому что сейчас у меня самое лучшее время, самый лучший пик моей карьеры. Мне предложили бой в Белатере. Это другая в мире организация, кто знает, что такое ММА, Белатере и UFC. И мне там предложили драться. После победы над Тома Шимпензом. Махмуд, у каждого спортсмена есть свой прием, своя фишка. Мы бы хотели, чтобы вы нам показали свой коронный удар. Все, как знают, уже удар коленом. И все любят продемонстрировать, если вы мне в этом поможете. С удовольствием. Итак, начинаем мастер-класс. Вот как вы и хотели, мастер-класс. У меня правая стойка. Значит, задняя нога сзади, передняя, левая спереди. В основном не могу сразу выпрыгивать колено. Должен как бы фейки делать, обманывать соперника, как бы заманить. Могу переднюю руку ударить, могу просто как бы присесть там, потому что можно и проход ноги сделать. Присесть, и потому что с приседа у вас больше силы в ногах. Здесь должны работать ноги, сильные ноги нужны. Можете это делать, выпрыгивать на ступеньке, в какую-то высоту, выпрыгивать с весом. Так вы усилите ноги. Потом можно правой ногой, можно левой ногой бить. Сейчас покажу удар в голову задним коленом. Давайте сейчас. Не переживайте, я девушек пока еще в своей жизни не бил и не собираюсь. Как говорил, правая стойка на уровне головы. Соперник у меня в основном высота, может, чуть выше, такая, как у вас. Не переживайте. Это стойка. Я уже сам больше переживаю. Можно правой, можно выше не поднимать. У меня джинсы. Можно правой, можно левой, но сейчас продемонстрирую удар с правой ноги. Стойка у головы. И в этот момент присаживайтесь, потому что вы показываете, или можно ударом руки пойти вперед, или ноги. Сейчас покажу вам присед и удар коленом. Раз, два, и вот удар колена, и вот приземляйтесь опять на ту стойку, где, как бы, вы стояли до этого. Потому что, когда вы выпрыгнете и поставите ноги сюда, получите удар, или просто вас столкнут, вы упадете. Из-за этого нужно ставить ноги на ширине плеч, и чтобы, потому что вы оборонялись и продолжали бой. Потому что не всегда получается. Можете вы попробовать, если хотите. У меня точно не получится, потому что, я думаю, у других тоже это очень легко. Нет, почему? Потому что это ваш коронный номер, и в основном все комментаторы говорят об этом. И люди много пишут и хотят, как бы, в бою. Но это нелегко сделать. В последнем бою он у вас не получился почему-то? Почему-то, потому что продлился бой, как бы, я делаю это всегда в конце, или в середине, но бой прошел под мою дудку, как говорится, как я хотел. Один раз там пытался, но не вышло. Так что я не хотел рисковать, попал ему правым боковым, почувствовал, что можно перевести в партер, и самое главное, победил. И яркая победа была. Это был мастер-класс от трехкратного чемпиона мира Махмуда Мурадова. Спонсор нашей передачи – Бука Бокси. Махмуд, спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо за приглашение. Занимайте спортом. Рассказывайте про нас, друзья. Ставьте лайк и стремитесь только вперед. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова